Музыка Многие хотят тело красивое, кто-то хочет голову разгрузить, кому-то интересна просто йога, потому что такое орел есть вокруг йоги, вот и приходят посмотреть, что это такое. Но больше всего все же про йогу уже известно, и поэтому многие приходят заняться своим телом. Часто приходят люди, у которых проблемы, то есть там начинают сниться, болеть, что-то такое, чтобы решить эти вопросы. Что же такое йога, уход это или не уход из жизни, или йога для жизни. Тут вопрос следующий. В том виде, в котором это представлено в городе, как бы это ни называли, это йога для жизни, потому что мы живем в городе. Если человек хочет уйти, то он обычно уезжает, выединяется и там занимается своей йогой. Апне йога Апне йога – это йога, которая возникла на стыке фридайвинга, экстремального спорта, ныряния в глубину, задержка дыхания и йоги, потому что я занимался и тем, и тем последние 20 лет. Вначале эта методика была разработана для того, чтобы я, как фридайвер, мог глубоко нырять. По этому особенности, эта методика, помимо использования дыхания, это использование наработок и спорта. То есть наиболее рабочие методики спортивной тренировки, они присутствуют у нас в занятиях. И вот как это ни странно звучит, с йогой они хорошо соединяются именно для городского жителя. Мы выезжаем обычно на 6 дней, на неделю. И это время – это такое полное погружение. То есть мы утром просыпаемся, обычно у нас гимнастика. Гимнастика тела, гимнастика дыхания. На основе йоги. На основе йоги. Потом обычно там завтрак, туда-сюда. Днем обычно тренировка в воде. Учимся нырять, учимся, я учу людей. Потому что любой человек может нырять на 20 метров вообще без какого-либо. Если он там не больно, то есть любой может научиться. Это естественное занятие для человека. У нас рефлексы такие же, как у подводных млекопитающих, как у дельфинов, у телений. Само просто включается, ничего не нужно делать. Кровь меняет кровообращение, цикл приливает. То есть гемоглобин повышается, селезенка контрактируется. Кровь в крови больше гемоглобина и так далее. То есть все рефлексы есть, их нужно открыть. И научить человека правильно дышать. Научить человека не бояться. То есть психологический момент, это большой момент во фридайвинге. Очень большой. Поэтому мы работаем со страхами. Обычно одна или два погружения в день. И потом вечером тут уже зависимости. Или там теория какая-то. Или какие-то легкие упражнения. Но у меня два типа курса по фридайвинге. Первый – это курс по фридайвинге обучающий. Когда мы просто конкретно обучаем нырять, как нырять, что делать, как двигаться, задерживать дыхание. А второй курс, он более уже направлен на психологические моменты, на ментальный тренинг. Я называю это фридайвинг как медитация. И там медитация и днем проходит, и в воде я делаю именно погружение как медитацию. Фридайвинг как медитация. Медитация – это, конечно, не секта. Вообще медитация – слово, санскидское слово «бхавана». Оно имеет перевод такой. Культивация новой привычки по отношению к психике. То есть это абсолютно все очень и очень рационально, если так говорить. Просто практика медитации дает вещи, которые в рациональное наше сознание, обычного человека, не вписываются, наука их не может объяснить. Медитации были и в западной культуре. Древние греческие философы использовали, например, медитацию, ходя по кругу. То есть нужно было выдержать в уме предмет, предмет мыслительный, когда они совершают круг очень достаточно большого диаметра. То есть длительное время выдержать ум на одном объекте. Вот это основа медитации. А техника сама по себе очень простая. То есть ты берешь один объект, самый лучший объект – это дыхание. Потому что дыхание всегда со мной, мне не нужно ничего. Я беру и удерживаю внимание на дыхание. И вот пошла тренировка. Ум постоянно отвлекается. Проблема современного человека именно в том, что, так как на нас огромное количество воздействий сейчас в наше время происходит. То есть социальные сети, email, то делать, сделать, это сделать, большое количество задач. И постоянно он перепрыгивает с одного на другой объект. И это истощает. То есть человек встает физически. Так вот, если мы просто используем в своей жизни как гимнастику, мы используем гимнастику для тела, то же самое гимнастика для ума. Сел, остановил ум на одном объекте. Нервная система успокаивается, восстанавливается, тело расслабляется, эффект есть. Я уезжаю в Мьянму, в Бирму, потому что сейчас это моя любовь, медитация. Медитация, я нашел в очень редкую школу в Бирме. Она сложная, но она дает мне очень много. На всех уровнях. На уровне энергии. Это жизненная энергия, если так простым языком говорить. Даже тело меняется. Потому что в этой медитации первая часть – дыхание. То есть ты должен дышать 50 минут. Вторая часть – наблюдение за ощущением. Сессия длится час сорок. Но в полном варианте в монастыре. Я почему езжу туда часто? Потому что в условиях города мне режим такой тяжело соблюдать с активностью. Я час тридцать делаю. Три раза по два часа в день ты сидишь. Ну, в Миньке. Дает она мне самое главное – это понимание. Благодаря этой медитации я понял вообще, как все устроено. Ну, не все, конечно. Но многие вещи мне открылись. Ты можешь заниматься медитацией, не обязательно вообще зная, что ей-бом. Просто бери технику и делай. Ты сидишь, первая часть ты дышишь. Вот так. И стараешься фиксировать каждое касание. То есть это концентрация разрабатываешь. То есть ты повышаешь уровень самады. Силу способности концентрировать свою ментальную силу. Во второй части ты смотришь на ощущения. Но так как ты сидишь без движения, то у тебя ощущения неприятные. И часто очень болезненные. Но ты должен смотреть на эти болезненные ощущения и не шевелиться даже. Вот. Я этого всего даю. Ну и понимание. Это просто моя самая любимая тема. Как работает ум. Поэтому мне это очень интересно. Это Сун Лун называется. Медитация. Сун Лун Випассана. Здесь, в России, в общем-то, кроме меня или никто не знает. Мне говорят, ой, ездишь отдыхать. Но там такая работа, что это. Когда я первый раз с ней встретился с этой медитацией, я понял через несколько дней, что ничего более сложного в жизни я не делал. Это очень серьезный для меня вызов. Это не то, что мне больше всего интересно. Поэтому я туда езжу часто. Вот здесь у нас в студии, мы по выходным группа у нас. Те, кто приходят, тренируются. Тренируют ум, тренируют дыхание по этой методике. И через какое-то время мы поедем туда просто тоже. Потому что людям интересно посмотреть, как это в полевых условиях, как это все происходит. Когда мы подступаем к какой-либо границе физических возможностей, мы вдруг видим новые горизонты, которые могут быть уже для нас актуальны в каком-то ментальном плане. Если вы поедете даже сейчас в Индии, то там практически женщины не занимаются. Даже сейчас. Потому что йога в данный момент это действительно 80% у женщин. Изначально для йоги не существенно женщина или мужчина. Потому что есть сознание человека. И оно что у женщин, что у мужчин. Оно одинаковое. Мужская это практика или женская? Сейчас этот вопрос не стоит. Так как женщина больше занимается, то для женщины видит в этом все преимущества. Но я, конечно, немножко не то что расстраиваюсь, но мне обидно, что мужчины не занимаются йогой. Потому что йога изначально это мужская практика. И она может давать мужскому телу и мужскому уму, нервной системе то, что не даст другой вид спорта. Зато те мужчины, которые занимаются, вот тут есть тоже отличие такое, да. У меня есть ученики индивидуальные. Так вот, там движущая сила это мужчина. То есть он занимается и в поездках, уже самостоятельно, сам делает упражнения. Женщина не настолько может себя дисциплинировать и постоянно заниматься. Во многих армиях используются элементы йоги, но потому что это работает. Это работает, это очень хороший тип упражнений для мышц и для нервов, и для связок. Функциональные кондиции человека, занимающиеся йогой, они иные, чем человека, не занимающиеся йогой. Многие спортсмены используют как способ восстановления йогические упражнения. Поэтому это неудивительно. Я положил один ряд спорта. Да, почему? Потому что йога – это телесная практика в том виде, в котором она у нас присутствует в студиях. Естественно, что в йоге это не только тело, это не только развитие мышц и так далее. Естественно, что йога по-настоящему становится йогой, когда мы используем работу с вниманием, с умом, техники для ума, встраиваем упражнения. Я верю в конкретного человека, но в человечество не очень. Потому что, наблюдая то, что происходит, я сомневаюсь иногда в здравомыслии человечества, как просто как некого сообщества. Но конкретного человека, естественно, я верю. Нужно быстро понять вообще, что это за человек. Как с ним работать, как с ним разговаривать. Часто человек может озвучивать одни желания, но на самом деле ему может быть немножко другой. Чтобы он действительно получил хороший, правильный эффект для себя. Еще. Меняешь ноги на другую. Выше. Еще. Еще. Ничего ему не навязываю. Предлагаю метод решения его проблем. И одновременно добавляю вещи, которые я вижу, что ему нужны, которые он может не замечать. Вопрос о том, будет ли человек заниматься или не будет дальше, я вообще это через какое-то время перестал. А иногда я такое делаю. О, типа, будет заниматься. А потом, мать, нет, это не будет. Бывает так, что человек, который кажется, потому что ему, например, суперсложно. И он наоборот. Наоборот, часто бывает так, что людям, которым очень сложно, они чувствуют эффект сильнее. Чем если приходит девочка супер растянутая, там, гимнастикой занималась. Вот для нее эффект, понять, что же такое йога на самом деле, кроме как растяжка, тяжелее. Первое такое для меня было эмоциональное потрясение, когда 20 лет прошло после окончания школы, мы собрались. Я многих не узнал, просто одноклассников своих. Я был гораздо моложе по сравнению с ними. Ну, если бы просто чисто визуально говорить, да. И для них, для многих уже жизнь, она, так скажем, к закату пошла. Для меня, наоборот, в данный момент я на пике каких-то, потому что уже есть опыт, уже есть понимание. Вот энергии много, поэтому как раз только-только начинается все, что мне нравится. Мне нравится, когда люди задают вопросы, потому что тогда они просыпаются и становятся хозяевами самому себе. В принципе, йога – это хозяин сам себе, своему уму, там, и так далее. Йога – это не узость. Йога – это широта, наоборот. Я всегда призываю людей критических, даже к тому, что я бою относиться. Тогда интересно, тогда диалог есть. Я учился в нескольких заведениях, в военном училище даже. Меня занесло вначале. Но это, конечно, совсем не мое. Но я тоже там много учился. Я был такой очень переживательный парень. Не хотел расстраивать там родителей и так далее. И там были моменты, когда давалось задание, например, чистить туалет. Я как бы старался это все сделать как можно лучше, но потом меня все равно ругали. Я расстраивался из-за этого. Но поворачивал голову, увидел прапорщика, который на меня наорал только что, а при этом сам уже совсем забыл об этом и смеялся и так далее. А я при том, что переживаю. Я начал задать вопрос так. Зачем мне переживать, если человек просто, ну, как бы, он уже задумается об этом. То есть это был такой первый момент. Нет, хорошая была тренировка. Тренироваться можно постоянно. То есть тренировать свое ум, свое сознание можно постоянно. Это очень сложно. И это без формальной практики, без формальной медитации, это практически невозможно. Потому что должна быть формальная практика. Но потом тренироваться можно в процессе течения дня, меняя активность. Для меня, как человека достаточно активного, женщина, суперактивная женщина, это как друг, интересно. Но, как, например, взаимоотношения, может быть, не очень. Не знаю. Но это по-разному бывает. Поэтому у женщины, конечно, нужен баланс. Но и тут все очень просто. То есть если у женщины есть дисбаланс, например, во внешне, то есть от семьи, то семья страдает. Естественно, что будет проблема. Потому что куда внимание не направляется, там начинает рушиться все. Энергия не идет. Я не вегетарианец, потому что, если говорить про какую-то духовную составляющую, то это не влияет. Потому что я знаю большое количество монахов, которые очень крутые в плане развития своего сознания, они не вегетарианцы. Потому что это не является проблемой. Мы здесь создаем из этого культа. Многие курят и ходят, и занимаются йогой. Конечно, это неправильная привычка, но люди, у меня есть ученики, которые курят, продолжают курить. Курильщики со стажем. Меньше начинают курить, конечно. Кто-то бросает. Но есть просто люди, которые не видят, им не хочется. Еще раз говорю, что я не сторонник, что нельзя курить, ничего. То есть я хочу, чтобы люди сами дошли до этого. Потому что это естественный и самый рабочий способ. Если мы говорим про какую-то ультимативную йогу, которая изначально была, эта йога не для жизни, естественно. Это момент самоисследования, абсолютно не параллельно идущий нашей цивилизации. Но он не очень пересекается, если честно, если по правде говорить. Есть три, минимум три явления, которые называются одним словом йога. Первое. Йога, как классическая философская система Индии, одна из шести. И такой йоги практически даже учителей в Индии не осталось. Остались тексты. Вторая йога. Это йога, как путь эволюции сознания. Это путь единиц. И третий путь, это вот йога, хатха-йога. То есть йога через тело. Через тело, через дыхание. Значит, то, что мы встречаем в наших городах, что получило очень сильное развитие в последнем году. Но то, что присутствует у нас, каким образом это интегрируется в нашу цивилизацию, это достойное явление, я считаю. И если это приносит пользу людям, почему нет? Если же мы хотим идти в исследование уже совсем таких на грани возможностей нашей психики, нашего ума, это, конечно, не будет происходить. Это индивидуальный процесс. Это индивидуальный процесс. Субтитры создавал DimaTorzok